Здравствуйте, дорогие друзья! Опять долго не виделись по нам всем очень хорошо знакомым событиям, которые, к сожалению, ни я, ни вы не сможем изменить. Если бы была такая возможность, я бы, конечно, уже жил бы с ласковым позволением Олега Алексеевича в Тайгане и наслаждался невероятной красотой этого учреждения. И, к сожалению, такой возможности нет, но надеюсь, что наконец все будет очень хорошо. Но, каждая семья, каждая деревня, каждый город, каждый народ имеет свои традиции. Я очень рад и счастлив за то, что и такое учреждение, как сафари-парк Тайган имеет свои традиции. Одна из тех самых хороших и красивых традиций есть, каждой весной выпуск львов в саванну. Мы на это смотрим всей семьей, ждем этого всю зиму, садимся к телевизору и смотрим и обсуждаем, где какой лев, какой новый появился, какой нам старый. Мы очень хорошо знакомы, но есть тут для нас очень большой святок. Опять, к сожалению, не можем туда поехать и на свои глаза это все видеть. Так, смотрим по телевизору и нам от этого очень хорошо. И за то время большое, которое мы не виделись и не слышали друг друга, накопились некоторые вопросы, на которые я на них не хочу ответить. Первый вопрос есть. Как оцениваете, что Олег Зубков спасает животных из зоны фронта? Как это оцениваю? Олег Зубков несколько раз показал, что он герой. Что он просто не играет героя, а он просто родился герой. Он есть герой. И говорит, что каждый герой всегда на месте, где его нужно, где он должен быть. Ну и Олег Алексеевич Зубков есть на тех местах, где его надо и спасает животных. И иначе этому быть невозможно. Это просто данный факт. Почему столько лет поддерживаете Олега Зубкова? Ну, потому что я, Олег Алексеевич, сейчас считаю большим другом. Я ему очень верю, доверяю. Я с ним встретился лично, смотрел друг другу в глаза. Я этого никогда не забуду. Всегда это буду помнить. И друг есть такой. Друг есть друг тогда, когда надо, чтобы помог. Он идет и помогает, поддерживает. Так, если надо будет, я Олега Алексеевича буду поддерживать до 40 полусоставного дня. Желаете посетить Крым? Конечно, все желаю. Я на Крыму был много раз. И очень хочу, очень хочу посетить Крым. Очень хочу посетить Сказку Зоопарк. Очень хочу посетить Зоопарк Львов Тайган. И очень хочу посетить своих друзей. Попить хорошее крымское, замечательное крымское вино. И побить в этом очень красивом месте. Откуда знаете русский язык? Ну, я учился, когда я ходил в школу. Мы учились русский язык. Ну, можно сказать, что я не очень знал русский язык. Но они учили меня друзей. У меня очень много друзей из России, много друзей из Украины. И они меня учили и учить русский язык. И бабушка моя меня учила. Крышо знала. Есть у вас какая-то связь с Россией? Есть. Можно сказать, что была. Мой прадед, Leopold Bergthold, граф Leopold Bergthold, был послом австрийско-венгирской монархии в Российской империи. Так что у меня, наверное, от этого прадеда есть любовь к России. Потому что я его, конечно, не помню. Он поменял раньше, чем я родился. Но от своего деда, от своего отца. Я слышал много раз, что Leopold Bergthold очень любил. Очень любил Россию. И защищал. И защищал Россию. И никогда не дал, чтобы кто-то на Россию сказал что-то плохое. Так что, наверное, от этого прадеда у меня это любовь. Я рад за эту любовь, потому что люблю, очень люблю Россиян, очень люблю всех народов России, но только в России, потому что там у вас много народов, которые между собой живут, вместе живут, без проблем. И не только годиков десять, но там столетиями живут, и никаких проблем никогда не было. И не будет. Что нового в музыке? Ну, в музыке нам очень повезло. Очень хорошую работу теперь делаем. Работаем с международной производственной компанией, так что мы в руках хороших специалистов, хороших профессионалов, которые нам готовят к тому, чтобы мы могли исполнять концерты по всему миру. Я надеюсь, верю тому, и очень этого хочу, чтобы мы проехали всю Россию, могли исполнять концерты и у вас, и для того мы подготовили для россиян хорошие музыкальные подарки. Я думаю, что мы как приедем, мы будем исполнять концерты, мы его станцуем в стадионе, где будем исполнять. Очень этого хочу. Очень. И что пожелаете зрителям? Что пожелаю? Человеческой любви, покой, мир, чтобы могли дети играться, чтобы мир не был поставлен на голову, чтобы вернулся здоровый разум, а чтобы все могли жить, наслаждаться хорошей жизнью и держаться традицией. До встречи, дорогие, дорогие, дорогие друзья. До встречи.